всем добрый вечер итак мы пересадили недавно наши колеусы такие вот стаканчики 05 корешки у нас уже хорошо подросли и сейчас мы будем делать первую нашу подкормку удобрять мы будем монофосфатом калия или монокалий фосфат это в принципе одинаковое название кто-то называет монокалий фосфат кто-то монофосфат калия что такое монофосфат калия это в принципе безболазное калий на фосфорное удобрение химически чистый монофосфат калия это бесцветные кристаллы форма выпуска это порошок светло-коричневого или бежевого цвета выраженная желтоватая краска свидетельствует о наличии примесей железа или свободной серы и такой препарат это производственный брак у меня практически полностью беленький без различных там примесей соотношение активного калия и фосфора в этом препарате оно оптимальное для максимального плодоношения повышения стойкости растений болезни вредителям кто-то применяет его перед заморозками но это не очень эффективно именно монокалий фосфат перед заморозками лучше использовать калимагнезию и так вернемся к колеусам так как монофосфат калия он более других фосфорно-калийных удобрений способствует образованию боковых побегов то есть по сынкованию то я рекомендую вот нашу первую подкормку монокалий фосфатом совместить с прищипкой вот как вы можете видеть у меня вот немножко уже начал вытягиваться колеус и это очень достаточно некрасиво я сейчас буду немножко его формировать прищипну это можно сделать если вы прищипываете верхушечки просто вот так вот можно просто сделать это ногтями пальчиками вот так вот ну я буду использовать ножнички для того чтобы сформировать красиво этот кустик я вот уже упустила вот момент у меня вот вымахал такой вот такие вот длинные пасынки я буду их удалять вот таким вот образом раз а вот эти вот наши маленькие я буду прищипывать просто верхушечку таким образом мы не будем давать вытягиваться колеусу а будет он у нас очень красивенький и так вернусь к подкормке я расскажу вам еще немножко про монокалий фосфат его высокая растворимость способствует тому что монофосфат калия он усваивается всеми частями растения поэтому и большой плюс в том что перекормить растение данным удоврением практически невозможно он совместима с любимыми любыми пестицидами можно использовать различных баковых смесях также сам по себе монофосфат может быть как профилактика от мучнистой росы и различных грибковых заболеваний и так далее еще важный момент монокалий фосфат он и благотворен и для полезной почвенной микрофлоры и это весьма важно и пересыхание почвы при поливе в теплицах например очень редко бывает поскольку участвующие в структурировании почвы микроорганизмы находятся в комфортных условиях соответственно даже если вы немножко подсушите ваше растение но она у вас достаточно получила калия фосфора она у вас не так сильно пострадает есть и небольшие недостатки но это в основном для сада огорода скажем так этого удобрения монофосфат калия не накапливается и очень быстро распадается поэтому под подкорбки производится только растворами то есть вносить в почву чистый его порошок нет никакого смысла поскольку это удобрение оно ну будет потеряно все его свойства его нужно только растворять воде растворяется она очень хорошо и еще монофосфат калия он абсолютно несовместим с магниевым и кальциевым удобрениями что ограничит его использование с ними вот одновременно лучше конечно же их не совмещать и как высоко активно удобрения монофосфат калия не применим для медленно развивающихся или спящих комнатных растений что имеется ввиду это например такие растения как суккуленты орхидеи азалии глоксинии строптокарпусы и прочие растения которые зимой у нас отдыхают каким же образом я применяю это удобрение для опрыскивания его можно применять 5 грамм на 10 литров воды ну опрыскиваю я в основном это летом в саду сейчас же все-таки я рекомендую корневую подкормку то есть полив использую я 10-15 грамм на 10 литров воды это у меня примерно чайная ложка без горки приготовленный рабочий раствор нужно использовать сразу и для наилучшего эффекта лучше применить монокалий фосфат дважды с интервалом через 10-14 дней и таким образом мы у нас что нам это даст еще у нас будет немножко утолщение нашего ствола и соответственно даст нам очень хорошее посынкование и наши колес и будут выглядеть красивыми костиками а не вытянутыми огромными растениями хранить монокалий фосфат лучше закрытой емкости это вот такая вот посуда в принципе очень удобно если маркером написала дозировку ничего тут не намокает так можно хранить долго в открытой таре монокалий фосфат не храните он у вас он очень хорошо впитывает влагу и очень быстро у вас собьется комочками и может даже потерять свои свойства поливаю я такой спринцовочкой обычной аптечной вот таким вот образом я повторюсь еще раз что в таких вот стаканчиках у меня колиусы живут до весны смотрите какие тут уже корни но сейчас я их всех обрежу здесь например у меня совершенно неправильно начали формироваться наш костик все вытягивалось я поэтому сейчас все 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 поприщипываю даже вот такие вот большие ветки уже никуда не додятся видите вот вытянулись вот это здесь вот например сильно поздно я его обрезала но здесь кстати уже ничего нельзя сделать вот так мы не можем обрезать поскольку здесь вот нет у нас никаких ни почек ни междоузеля ничего поэтому его надо просто полностью выщипнуть только не повреждая вот эти вот междоузли почечки тут у нас полезут новые пасынки мы сейчас польем на калий фосфатом и у нас полезут вот такие вот пасынки и их надо постараться как можно раньше прищипнуть и вот таким вот образом мы будем сейчас я буду формировать красивые красивые кустики желаю вам успешного сохранения ваших колиусов зима